Всем привет, ребята! Сегодня видео с моими руками. Хочу показать вам, что я сейчас могу заказать из России или покупая там мой заказ с Вейлберса. Просто для интереса, что может понадобиться в Турции. Сейчас дальше я походу объясню, что и как. Смотрите, первое, спасибо всем, кто желает мне выздоровления, здоровья. Огромное спасибо. Я на антибиотиках, у меня гайморит и синусит все вместе. Все очень оказалось серьезно. Это вирусная история. Спасибо всем, кто пожалел о ней выздоровления. Оно будет долгим. В общем, путь к выздоровлению долгим. Итак, по поводу продуктов, что я просто заказала. Не говори, что я без этого не могу жить и существовать. Кстати, вот моя ручка, привет. С цикорией. Я заказала сразу 4 пакета. Надолго, да? Почему цикорий? Цикорий вообще в Турции есть. Его очень много. И он растет просто под ногами на улицах у нас. На трендиол я заказывала, но состав немножко другой, да? Есть классный цикорий. Мне кажется, я его уже выпивала, чтобы смотрю. Вот даже написано цикорий. О, тут по-английски. Ну вот, он по-трески хиндиба называется. Хиндиба кахве. То есть кофе из там цветочков хиндибы. По-английски вот цикорий. Это я заказывала 100 лир. Этот пакетик стоил здесь 100 грамм с коллагеном. Вкус не сильно отличается от нашего чуть-чуть, но это самое лучшее, что было по составу. Мне нельзя вообще кофе, кофеин. У меня очень сильно скачет давление. Я очень себя... У нас и черепное всякое разное. То есть мне вообще теперь запрещено пить кофе. Крайне-крайне очень редко. Если я выпиваю чуть-чуть граммулечку слабого даже кофе или кофеин у меня попадают в организм, то я просто выпадаю на целый день. Из-за работоспособности я себя плохо чувствую. Головные боли и всякое такое. Вот. Поэтому он как бы есть, но здесь всего лишь 100 грамм. Эта штучка стоила 100 лир. Это 400 рублей на наши деньги. Здесь у меня тоже 100 грамм пачка. Как вот, честно говоря, вот по весу, если я так посмотрю, тут в два раза больше. Я не знаю, как тут объем этот засыпался. Но составы не очень хорошие. То есть там везде идет в турецких кофеин. Они мешают с зернами кофе, разводят цикорий. То есть это не чистый, как мне нужно. То есть можно как бы пить, окей, но я не очень хорошо себя после него чувствую. Поэтому я купила сразу и побольше надолго. С хорошим составом из России. Что для меня хороший состав? Потому что здесь 100% чисто идет, 100% процентное сырье. То есть здесь только цикорий. Не подмешано здесь кофе, кофеин и так далее. Здесь вот только может быть пудра, например, брусникой. Вот этот вкус. Ну я вот просто натуральный растворимый заказала. Тоже обычный, как по-трецки было, псаде. То есть без каких-то добавок в основном. Надо смотреть составы. Я когда открыла трензиол, вижу, что тут много очень сухория. Выбор есть. Но начала считать составы. Я поняла, что я сейчас закажу, но как бы там кофеин. Мне именно проблемы вот в этом деле. Так что у меня здесь 4 пачки. Это надолго, намного, наверное, на год вперед. Дальше. Давайте будем вместе с вами сразу вскрывать. Поэтому будет у меня тут шуршать. Это шоколадки Чико Спорт. Если вы скажете, ой, в Турции этого нет. В Турции есть тоже всякие батончики. Противные в спортивных магазинах, продуктовых. Продаются в Мигросе, на трензиоле вообще на малом. Например, много у них для кето сейчас всяких. Тоже там батончиков, ингредиентов и так далее. Это популярно. Но вот тоже по составу Чико Спорт, вот этот шоколад. Полезный. Его здесь именно такого по составу, к сожалению, нет. Это мой первый заказ. Я его еще не пробовала. Мне пришлось, что это не из России. Здесь я взяла сорти попробовать. Тоже про состав здесь история. Про углеводы, про высокий протеин, про отсутствие сахара. Не с добавлением сахара. Но калории здесь все равно тоже высокие. То есть попробую. Прямо именно по составу здесь такого в Турции нет. Но если вы берете спорт батончики, они здесь в Турции есть. Все это питание есть. Просто оно не супер с хорошими составами. Там очень много углеводов. Из этого тоже я решила попробовать. Вот такие протеиновые, как назовем, банкейки банановые. Это тоже фирма Бомбар. По отзывам Бомбар и по составу самые популярные в России. Составы были менее хорошие. Я еще не пробовала. Я с вашего паззоления сейчас открывать не буду. Ну, в общем, если будут вопросы, я думаю, что про сейсиньки тоже пользуетесь. У вас этого много. То я могу потом вам написать в комментариях, понравилось или нет. Вот паззлы. Интерес пропадет. И вот вторая такая же пачка. Знаете, в Турции очень не хватает таких вот наших, когда мы язык учим, и способствующих материалов, типа паззлы, раскраски и так далее. Раскраски с интернета, конечно, можно распечатывать на принтере. Но вот этого не хватает. Барахла, конечно. Это чисто сентиментальное. Такое в Турции ты не купишь, к сожалению. Только привезти. Потому что, ну, здесь есть, кажется, паззлы. Не думать, что паззлы в Турции нет. Почему я так объясняю? Потому что, да, люди думают, а что у вас там паззлов? Никого в шоколадах нет или протеиновых батончиков? Есть. Но таких именно нет. Так, из детского. Вот еще игра Дубль. Это, короче, карточки какие-то. Те же фирмы. Я уже покупала динозавры, там искать надо было. Офигенная игра настольная, большая такая. Она заходит и взрослым, и детям. У нас вот такие всякие активити-блокноты очень, наверное, любят. Всякие загадки, ходилки, там, всякое прочее. Ну, тут, короче, Дубль карточки надо правила, короче, искать. В общем, она это обожает. На внимание тоже. Суперская тема. Так, давайте тогда еще по детскому закончим. Две прописи. Это пропись и пишем сказки. Это Елена Ульева. Обожаю. Это самый любимый автор. Такой литературы, книжек всяких. Нет, что-то там еще есть. Тут, наверное, вам скажите, нужно ли вам будет снять видео про Ульева. У меня еще книжки там подкопились, мы уже прочитали. Здесь уже написание сказки. Вот по точкам, короче, история. Все, в общем, супер. Обожаю. У меня ребенок. Конечно, по-турецки она уже не все умеет читать, читать. По-русски сейчас только учится. И очень тяжело в том плане, что у нее есть огромное желание. Она уже читает по-русски. Сейчас вот букву, ну, она думала, что-то. Все равно она их любит пописать, посидеть, короче, вот этим вот позаниматься. Почитать вот эти крупные слога и все прочее. Но еще первая часть, вот выпуск 3, у меня первый, второй есть. Вот третий, четвертый я докупила. Очень хорошая, я рекомендую пропись. Очень понятная. Она, блин, даже билинг в ребенок очень легко с первого раза все понимает. Даже объяснять ничего не надо, честно говоря. Но проблема в том, что она миксует языки и буквы на русском, которые, например, я говорю L по-русски, да, но у нее L по-турецки. И она написание сначала английское и турецкое берет. То есть первое, что у нее в голове. То есть трудно, она миксует буквы в этом затруднении. Вот такая игра «Ночь в музее». Вот она такие, на стол бы всякие любит. Ну, короче, тут ничего интересного, что-то подсвечивать, какие-то картинки искать надо, в общем, разберется. Теперь немножко вот что еще мне нравится. Я обожаю вот эту приправу. Магина второе, или как она говорит. Короче, тут лист, в нем специи. Кладешь туда просто куриное филе, отбитое, чтобы потоньше было или разрезанное. И на сковородке зажаришь, сразу специи прилипают. Вообще, такую штуку замутить можно же самому. Я вообще, когда с этим столкнулась, магия вот этой, я стала теперь всегда всякую курицу, мясо. На сковородке я жарю чей-рес бумагу всегда, чтобы оно не пригорало, и так легче убирать все это. Вот это то реально, чего в Турции нет, и здесь все будет плохо. Всякий сухой кальмар, кольца кальмара, какая-то кольца. Здесь такого нету. Кто интересуется, что я не пью, я просто обожаю всякую сухую рыбу. Вот эта вот солененькая. Сухарики, кирешки, все прочее можно заменить. То есть фумусовые, чипсы всякие. Но вот рыбка такой сушеной здесь нет. И немножко еще у нас осталось косметики. Я купила просто из интереса. Крема вообще контур отшив. Я здесь взяла рефил, потому что мне даже банка... Чисто ноль первый оттенок самый темный. Потому что мне банка даже не нужна, я не думаю, что я буду пользоваться. Мне было просто интересно попробовать. Хороший продукт нет. Если мне понравится, я куплю потом еще один вместе с баночкой, не рефил. И вставлю туда. Я вообще просто крему особо не пользуюсь. Но очень были классные отзывы в интернете. Слушайте, тут, честно говоря, и банка не нужна. Он в этом контейнере может находиться. Так, конечно, ерзает. Вот он. Но его можно приклеить. Слушайте, мне даже и банка не потребует. Чисто из интереса. Поддержать отечественного производителя. Потому что я у Наташи шутброви раньше делала. Из Новосибирска моя родная. Короче, карандаш для бровей у меня от Luxe Visage. Тоже чистый. Из интереса, на самом деле. Оттенок сотый, самый светлый. Я потом в покупках косметики покажу. Мне еще из Sephora заказ приходит. Жесткий такой. Не очень, кстати, карандаш жестковатый. Карандаш и Luxe Visage из бюджета самые мои любимые. Но автоматические, не такие дочеки. И Luxe Visage для бровей. Жидкость. Гель для бровей, который 12 часов супер. Но он еще такой клеем ПВА. Очень сильно пахнет. Так бы я его не всем советовала. Почему я его заказала? Я повторила покупку... Повторила покупку Анастасия Беверли Хиллз для бровей. Такая круглая шайбочка, да? Я хочу сравнить. Они очень сильно мне похожи. Напоминают. Мне захотелось сравнить вот эту жидкую версию. Анастасию Беверли Хиллз. Прям тест проведу. Похоже на нее или нет. Прям сравнительный анализ. Вообще у меня в заказе был еще второй. Но на Вайлдберсе ошиблись. И курьера забрала, потому что она не знала, что у нас забирать. Что-то не отказалась. Вместо такого геля... Знаете, что мне положили? Мне положили одежду. Я не знаю, что это, зачем. Вот такая кофта. Это детская. Ну, подростковая. На 130-140 с рост. Хлопок 100%. Сделано в России. Чуть забрэнч. Просто ошиблись реально. На лето какая-то одежда. И вот такие шорты. Вот, кстати, шорты у меня дочке уже подойдут. У меня такие большие. Но если так будем смотреть, то есть мягенькие. Хлопок. Ну, короче, прикол. Вместо геля для бровей вот это вот. То, что мне не нужно. Но окей. Не знаю, куда это девать. То есть я это никак отнести обратно. Я приняла уже. Отправить никуда не могу. Вот такие мои покупки на Wildberries в Турцию. Я напомню, что доставки в Wildberries нет прямой. Через курьера. Если нужны будут контакты. Ну, проверенный курьер. Я с ней уже 2 или 3 года заказываю. Поэтому могу поделиться контактами. Если надо, я вам напишу номерок в телефон. Так что спасибо всем за внимание. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Если вы живете, неважно в какой стране за границей. Каких продуктов или чего вам из вашей страны не хватает. О чем вы скучаете. У меня этих продуктов почти не осталось. Я максимум привожу из России бекон. Если кто-то летит. Я люблю бекон. Ну, а бекон у нас здесь тоже есть. Есть говяжий бекон в Турции. Это поискать просто надо. Но вкус немножко другой. И вот такие-таки рыбки. Мне не хватает только этого. Ну, все остальное есть. Гущенка здесь есть. Творог на сырнике здесь есть. Ну, короче, проблем вообще никаких нет. Вот только цикорий. Ну, тоже, по сути, цикорий даже есть. Да, вы помните? Сейчас я покажу. Это упаковка. Он есть. Но просто состав немножко другой. Вот это самый подходящий чистый состав. Здесь просто коллаген и цикорий вместе идет. Тут даже можно прочитать. А вот все равно тут написано. Драйд кофе 35%. Ну, в общем, короче, ладно, окей. Спасибо за внимание. Буду ждать ваших комментариев. Если такое интересное видео, то буду снимать еще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!